Запасов круп отечественного производства Приднестровью хватит на два года. В Рыбнице выпускают практически все популярные виды круп от гречки до перловки. На предприятие побывал наш корреспондент Юрий Чернявский. Нон-стоп! В таком стахановском темпе идет переработка пшеничного зерна в крупу на рыбницком производстве Тираспольского комбината хлебопродуктов. Гул измельчителя не умолкает даже ночью. Рабочие то и дело успевают подставлять 40-килограммовые мешки под загрузку. То есть 375 штук за одну суточную смену. Запасы сырных на выработке пшеничной крупы на сегодняшний день, на данный момент, рассчитаны расчетным путем на два года. То есть 24 месяца по диспетчеру полностью. В соседнем помещении идет фасовка гречки. Правда, суточные объемы производства меньше. Дело не в дефиците. Запасов сырья достаточно. Технология сложнее. В отличие от пшеничного зерна, гречку нужно вначале отшелушить, обработать паром и только потом распределить по мешкам. Вот так происходит процесс фасовки гречки. Гречневая ядрица проходит через два магнита, для того, чтобы сюда в мешок не попали никакие металлические предметы. Рыбницкое производство историчного комбината хлебопродуктов – это самый крупный переработчик зерновых не только в районе, но и во всем Приднестровье. Купить местную продукцию можно по всей стране, как оптом, так и розничными партиями. Вот на данный момент работаем с фасовкой пшеничной курики. Посмотрите, пакеты целые, посмотрите, какая красота. Целые пакеты по 600 грамм. Вопросов на реках никогда нет, потому что это все свежее. С производства, с выработки. Вот эта партия куда сейчас уйдет? Эта партия идет по заявкам на супермаркетах наших. Постоянный спрос на пшеничную курики? Постоянный. У нас нет такого, чтобы залеживалось. Ну и самый главный вопрос – хватит ли нам своих запасов круп в свете последних событий? Хватит, утверждает замдиректор. Во-первых, все сырье отечественное. Во-вторых, вся продукция реализуется только на внутреннем рынке. Здесь крупоячневая. Дальше здесь идет гороховая крупа. Здесь гороховая крупа. Вот на партии. Там горох цельный. И есть пшеничная крупа, там, где вы видели, в том другом складе. Гречневая крупа у вас есть. Гречневая крупа, пшеничная крупа, крупа пшеничная полтавка. В сутки предприятие перерабатывает 20 тонн пшеничной крупы, 2 тонны гречневой крупы, 15 тонн гороха, 8 тонн перловой крупы и еще 12 тонн ячневой. Вот этот склад, где мы находимся, он, в принципе, постоянно забитый продукцией? Значит, мы имеем 2 такие помещения, где мы храним готовую продукцию. И, если сказать честно, они почти что никогда не забиваются, потому что мы работаем, будем говорить честно, с колес. Почему? Потому что есть спрос. Запасов крупы хватит для Приднестровья на несколько лет, говорит Василий Шаптифрадз. Поэтому не нужно скупать продукцию впрок и запасаться на месяцы вперед. Дефицита круп в Приднестровье не будет. Юрий Чанявский, Игорь Мацота, ТСВ. Продолжение следует...